Да это, штаны они были, я только родился, вторник, 13 марта, пожалуйста, 13 марта, 2001 год. Почему 13 марта? Что было тогда? Мы с Игнать Тихничем, Игнать Тихнич первым, обратили внимание, что все женщины в штанах стали ходить, все, поголовно. То есть до этого не обращали внимания, они может быть чуть раньше начали, но мы как верующие люди об этом, и он начал говорить проповеди, что все в штанах, переобулся, государство переобулось, и мы тогда еще, неужели наши бабушки куда-то будут ходить в штанах, а бабушки еще ходили там, ну такие юбки были, такие у них, это, они короткие были, и ноги такие кривые у бабушек обычно, и все в венах, и мы сегодня думали, ну хоть бы длинше одевали, но все всегда, и они по-другому сделали, все бабки одели штаны, но мы думали, что они снимут платки, ничего подобного, в штанах, и в платках, это только русская бабка может такое учинить, и в таких штанищах, это, мегативность расскажет, одна мимо подходит и такая, а, там что-то, Прокофьевна, это ты, а я смотрю на тебя, страшная кто-то такая идет, а та посмотрела, ну говорит, обе такие, ну, как у женщин, это уже, такие штанищи эти, и говорит, ох, и страшные же, говорит, мы с тобой, это только между собой могут так говорить, все же красиво, вот такую вот, натянут, хома на, еще лосины эти, и идет она, а я такая, принимайте меня такую, как ей, без комплексов, я сплю, и буду спать вечно, без комплексов, ну, вот это, из того же самого материала, когда начинается, штаны не спасают, борода не спасают, поясок не спасают, и все не спасают, и душа, у меня Бог в душе, и Бог в душе, интимная тема, да, да, интимная тема, и я, ааа, боги, ааа, не говори со мной, я плачу, он не говори со мной, это мое интимное, вот это мы во всем выросли и воспитались, а на самом деле, это все сатана делает, он до такой степени хохочет и смеется, животик почесывает свой, ох, люди, как я вас всех обманул, самое главное, чтобы все люди поверили, что его нету, что его нету, что нету, да, все, нет его, не верю, он даже и скажет, что, да нет, Иисус Христос, да нет, почему, он был, был, он мастер Маргарита, был, был, ну нет, был, ну, он хороший человек, такой добрый, вот Татьяна, кстати, кстати, Татьяна Александровна, когда был у нас совет, первый раз ее не приняли, когда-нибудь в крещение, она это и сказала на совете, а кто для вас Христос? Добрый, хороший человек, начали там с ней разговаривать, думали, может, ничего подобного, чисто арианское видение Христа, никакое, то есть, а теперь вот это все вылазит во снах и так далее, вот эти все тираны, тираны, в этом надо постоянно находиться, да, в Слове Божьем и размышлять, видишь. Причем она пытается, она на занятия ходит, и не сказать, что она не, ну, это, мало ходит, она пытается, ходит, но я заметил, что с нашими сестрами ухо востро, а не молитвенницы, то молитвенницы, но смотри, не попадись им на этот самый, а не на молитву. Главное не злиться, понимаешь, главное не злиться, надо одно менять, Слово Божие изучать. Я помню, когда у нас первое слово, первый этот был, венчание первое, и Марина у меня предложила, давай, говорит, сделаем концерт по Слову Божьему, и мы сделали по Слову Божьему сценки из Библии, стихах и так далее. Есть у Дмухи, Надей, спросить, у нее где-то есть оцифрованное уже видео, и там, значит, мы как бы там небольшие короны, там все, жезлы там у этих царей, разные сценки, и когда все прошло, а мы смотрим, ну, как реакция, и бабушки сидят вот так, и только когда Шекспира, мы там Шекспира поставили, начали, оживились такие все, не, ну, когда я там вышел тоже с Самсоном, и раз, как козленка растерзал, я с Самсоном был, а Надя была этой невестой моей филистинской, которая, Надя такая, вокруг меня, я такой, ты помнишь, такой, раз, садись, ты рядом, она такая присела, ты помнишь под Фимнахой место, где виноградники растут, она такая, там шел на встречу с тобой, я такой, раз, подскочил, и там-то льва я повстречал, и как козленка его, раз, как козленка растерзала, и она такая, а, такая, смотрит, какой ты молодец, и все тут засмеялись, там еще был один, когда, Иосиф и, там, Патифер, этот, я, значит, был Патифер, а Марина была, ну, которая соблазнила, жена-то эта, Патифера, а Андрюха, глухонемой, сейчас, дробот который, сыграл воина, а он же глухонемой, ничего не слышит, но там договорились с ним, что когда я его позову, он должен подойти, и Иосифа схватить, а Иосиф, а Иосиф был Саша, загулять, ну, и, короче, и когда я выхожу там, значит, взять его там, ну, показывать пальцем, и в этот момент выскакивает Андрюха, а там что-то замешка какая-то, подожди, подожди еще, а он раз уже Сашу сломал, потом подожди, раз Сашу отпустили, все тоже засмеялись, ну, то есть не попал, и все, больше такого реакции не было, а потом, понравилось, не понравилось, некоторые, ой, да так понравилось, а другие сидят, и только потом, через несколько лет мы узнали. Мы не объявляли, не объявлялись в сценке, откуда взято, и никто, никто не читал, и сестер, они не поняли, откуда вы ее взяли, просто что-то бегают, все, они сидят, а я думаю, что, а мы с Мариной, я говорю, Марина, я не мог догадаться, я думал, раз в общине, все читали Библию, и все, и тогда, начал я спрашивать, помаленьку, там сестер, там никто, Ветхий Завет, не читал вообще, вот тебе община, пожалуйста, верующие все. Мне, кстати, предложили, может, по очереди читать, пусть Женя читает, и Рома Водич, я же не до конца не досказал это пособие, это пособие, по занятиям, и вот эти 10-15 человек выбирают ведущего, который должен быть таким, и этот ведущий должен вести, выбирают, я когда Сергею Павловичу сказал, Сергей Павлович, года 3 назад, я говорю, Сергей Павлович, пускай, вот ты почитал, другого мы выберем почитать, а что, я уже тут читаю, я никому не отдам, я говорю, Сережа, ты не прав, ты не прав, говорю, Сережа, другой должен читать, но я же хорошо читаю, там людям нравится, я говорю, да нет, при чем здесь нравится-то, не в этом дело, ты покажи, не показывай мне, что написано, и где написано, ты расскажи, о чем написано, вот и все, а так, и вот он уперся в это, и все, но я не предлагаю, ты первая подняла этот вопрос, потому что скажут, что я там сам хочу, я тоже могу, я вообще давно не читаю уже, он вообще не дает, вот по скайпу я ему сказал, Сережа, по скайпу давай кто-то будет читать, ну, что-то попробовал, там раз кому-то дал, там, и что-то не понравилось, все, никто не читает, там не каждый справится, видишь, задача, что... Нет, мне нравится, как он читает, но когда он начинает комментировать, да, что... Это священники, он священники, священники, ну, что-то переходим, сейчас, чаще всего, сразу на патриархиву переходим, раз ли? Я не могу это сказать, мне это надоело, одно и то же, одно и то же, одно и то же, когда он читает, я слушаю, мне нравится. Не знаю, не могу на это согласиться, что одно и то же, там, одно и то же оно и будет одно, и в Библии одна и та же, 1500 страниц больше нету, все одно и то же. Ты приборишь пример, ты рассказываешь истории какие-то, Игнатий Тихонович, тут вообще это, окруженный мир, да, но, он одно, но история, когда история полнала, то есть он смотрит какие-то ролики, он пересказывает по-своему, он все это, ну, это динамика, а вот если, вот Московская патриотека, а вот священники, а вот священники, а вот священники, да, че мне эти священники, я прям не служу. Понимаешь, все, все, ты этим уже напиталась. Да, да, да. Да и другим тебе послушать, там все время новые люди. Азоверяйте, конечно. Да, с чего они те же? Да, с чего они те же? Ну, один, два, три. Ну, один, два, три, да, но они, что-то, именно через это мы все пришли, не через то, что мы только Слово Божие, а я помню первое, что я запомнил, Игнатий Игнатий принес тогда книгу, называется «Во свете дня». Сейчас, Дмитрий Салаухин, по-моему, или Сергей Салаухин, Салаухин. «Во свете дня»? «Во свете...», «При свете дня» называется. И книга о деяниях коммунистов, особенно Ленина, и влияние Ленина именно на развитие нашей страны. Это было, конечно, потрясающе, потому что тогда впервые все это... Ну, если почитаете, сами поймете. Вон, Володя сейчас читает «Маска сатана», и ему много становится понятно. А Володя как? Я вообще, я его когда слушаю, это просто... Я отключаюсь, и как зомбирую. Ну, Володя, пусть тоже ведет зомби. Не надо никого зомбировать. Нет, я имею в виду, что там он, это слово Божие, возрожденное. А когда... Всякому, всякому в свое время. Все у нас хорошо. Нет, все у нас все. Как говорит Игнатий, у нас все хорошо. И биться никто за там, кто там будет, никто не будет. Предложение, пожалуйста, вносите. Предложение, чтобы кто-то почитал. Конкретно скажи, давайте я почитаю. Ну, опять же, видишь, ведущий должен быть, который должен вести, должен трудиться. Сестры не ведут на это уже. Об этом все пройдено. И там, тем более, я знаю еще. А сейчас есть человек, но есть и есть, пускай он. И я лично не против. Потому что, если я начну говорить, я тоже приду к тому, что меня тоже уже начнут сказать. Да, тебя тоже уже замучили. А, это уже и говорили. Потому что, да Сергея я читал. И так и сказали, ты у нас уже умучил, давай пускай кто-то другой читает. Вот читал Сергей, и вот уже, сколько у нас Сергей, лет пять Сергей читает. Нет, такого нету. Не, не рада еще. Нет, нет, такого нету. Игорь комментирует, Игорь комментирует, а ты просто читаешь. Да нет, нет, такого нету у нас. Ведущий, ведущий должен человек быть, который... Конечно, Сергей тоже не вполне устроит, ну а кто устроит? Ну не разу еще. Мне надо это... А, вот это, Женя еще оглашенный. Так что, все нормально. Читать нельзя. Ну, я сейчас слушаю. Вот то, что, как он себя ведет, он совершенно, я понимаю, как он себя правильно ведет. Я от себя помню, я вообще, когда первый раз к братьям пришел, там на Урале, да, я никуда, я вообще молчал, и все и слушал. Я вообще, никакие вопросы, я сам, Слово Божие, дома читал, никого выписывал, сейчас бюки свои читаю старые. Я все время выписывал слова Писания, то есть все время. Почему он так и в меня вместил? У него еще все впереди. Да, то есть. Я все время слушал, потому что братья, во-первых, много знают, уже, говорится, давно в православной церкви, много читают, плюс образование у них намного больше. И когда мы на благовестие ходили, мне всегда задавали вопрос, а почему вас этот-то молчит на меня показывает? Тебе, а что молчит-то? Ну, смотри, поворачок, потому что старшие есть братья меня, пускай говорят. Это совершенно христианское. У нас, это, у меня какой-то друг был, у меня друг был Слава Локов, но он на 12 лет меня младше. Ну и, а жена у него, она меня младше где-то на 16 лет. И она меня называла Навы, а он меня, конечно, тыкал, это понятно. Ну как? Ну что, он уже все понимает, он военный бывший там и так далее. ну, ну, это, Салабон, кусат. Ей он пришел как-то и говорит, я тут с ней борьбу веду, что она тебе все время тыкает? Я говорю, ой, что она тебе все время выговорит? Пускай она тебе ты начинает говорить, прикажи ей. Я говорю, подожди, что приказывает? Ты с ней говорил, почему? Она сказала, что я старший, типа уважение такое и так далее. Ну а я типа ей говорю, ну и что уважение, он же тут свой, как в доску, мол, брат, говори ему ты. Я говорю, ну вот у меня тоже такая, говорю, градация есть своя. Вот Игнатих, на что я не могу сказать, ты? Ну конечно. Я ему говорю, ну вы, Виктор Андреевича тоже самое. Вот Николай Польгуев уже ближе ко мне, поэтому я с ним на ты могу. А так сестер всех старших, ну вот Людмила Степановна, она мне близка, я сестраю называю на ты. С Раисей Николаевной, я вообще 80, мы договорились, она говорит, хватит на ты, выкат, говори мне на ты. Ну я говорю, буду говорить с сестра. Хорошо, ладно, все. Я ей говорю с сестра. А остальных я на вы, на вы, на вы, на вы, то есть у меня это есть, градация определенная возраста. И он, что ты ее не заставишь, я говорю, у нее своя совесть есть христианская, она сама выберет, эта совесть, как обращаться к человеку, на какой эпитет. Тем более мы русские люди, у нас как-то это еще по имени, отчеству все это, как бы отца вспоминать, добрым словом. Я говорю, я ничего, никому приказывать не буду. Если она желает мне выговорить, я не против, пускай выговорит. Но я знаю, что она мне сестра, но я говорю, он может меня брат называть, брат Игорь, пускай называет. В порядке уважения. Ну как бы да, как бы уважительно, я говорю, я только за это, он такой прям, я должен приказать. Определенные границы, то есть когда вы, то есть все, границы, на казахстане я положу. Да, мне вот это американское не нравится. Ну там все, особенно когда они родители, когда они родители зовут по именам. Там допустим, вот у меня отец Владимир, сейчас бы я говорю, эй, Володя, иди сюда. Никуда это. Никуда это. Я немного вот тут замечал тоже у них, но они по именам, маму им по именам, папу по имени. Вот в армян. Они от нас эти отчества-то взяли. Это видимо... Машуд там, Машудович, Машудов там. Это видимо все-таки поколение, потому что вот эта гликерия, которая у нас была, она, Игнатий, Игнатий, то есть к нему спокойно так, как это... Да, потому что ребенок, у нее совести-то нет еще. Не дедушка, а какой-то однокурсник там. Я же сейчас оцениваю. Всех моты, я говорю, на выкушу не вызову. А он совести нет еще. Она не проснулась. Человек рождается подобно дикому осленку. Вот и все, что там ты хочешь. Дикий осленок. Я, я прыгал, побегал туда-сюда. Он как котенок, он же меня поцарапал туда-сюда. Я же его кормлю, меня поцарапал. И вот ты засранец. Раз он бежит, посмотрит. И опять начинает меня царапать. Ну что? И так же и дети тоже. Они же не понимают. Не так давно ко мне подошли, отправили эту армию, огнюшку отправили все дети. И она подошла ко мне и спросила, где-то год назад и спросила, дядя Игорь, а вам сколько лет? Я говорю, я уже старый. Мне 54. А сейчас мне 55. Ну год, полтора где-то года назад. Я говорю, а что такое? Как ко мне обращаться надо? Думаете? Да нет, нет, мы не по этому. Просто узнать хотели. А сами на самом деле и так именно. Как обращаться там? Раньше-то они меня спокойно там могли тыкнуть и что, а тут они подросли в совесть. Они смотрят, а перед ними какой-то дед с бородой там и так далее. А я сижу там, им что-то объясняю, там еще пытаюсь донести. и думаю, они сейчас меня никак не должны, если они меня как учителя будут воспринимать какого-то, то это понятно, что я попаду в немилость. А как доброго брата я старый для них. И вот я как пистун. Знаете, кто такой пистун? Пистун? Пистун. Пистун. Написано цирконно. Пистун. Пистун, да. Где-то водитель ко Христу. Да, это Верхний Завет, где-то водитель ко Христу. Пистун. По-цирконно-славянски. А пистун в народе это старший медвежонок, который помогает маме присматривать за младшими братьями-медвежонками. Они до 4-5-летнего возраста с матерью. А слово выпистывать. И он за ними приглядывает. Мама-то их воспитывает, а он как приглядчик такой. Ну, они там, чтобы не бегали или там, допустим, что-то начинают, он прибежит не то делает, она позадится. То есть, так вот, тут надо такое выбрать, понимаешь, что Игнатий Игнатьич, он как мама-медведица. А братья старшие, они как пистуны, чтобы не туда залез. Ну, о чем Игнатий Игнатьич говорит, никого не могу выбрать, кто бы там наказывал. Да и не выберешься никогда. Почему? Потому что должен уйти мама-медведица и тогда придет за место какого-то пистуна медведица. Следующая. Которые будут наказывать уже. Ну, что, двух мам-медведиц не бывает. Вот и все. По поводу концерта ты говорил, что мы делали концерты. Я сейчас вспомнила, что мирские песни-то эти все равно возникают в голове. И у меня уже автоматически я эту беру мирскую ночь и песню. И я эти слова уже... И у меня дочь маленькая, она на меня смотрит, слушает, удивляется, что я начинаю про Христа. Что там? Ты единственный, ты мой любимый, ты мой, это Христос. И он говорит, Христос, я говорю, ты ваш любимый. Так наполним сердца славословием за великие милости к нам. Насладимся духовным застольем, восхитимся духовным даром. А таланты любому даны. Мы ведь братья единое тело и друг другу служить мы должны. Познавши братскую любовь, нельзя грехам вернуться вновь. Мы братья во Христе, да с Бог спасемся все. Вперед, вперед, небо нас ждет, когда исполним все. А это когда-то гимн коммунистов был. Ну, все у нас по времени. С Богом. Выходи, брат, помоешься. Господи, Господи, а вот сестра пусть я помню. Господи, благослови. Благослови Господь нас. Давай, сестра, молись. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты собираешь нас вместе вновь Твоих, за то, что единомыслие между нами, понимание. Сохрани нас всех и приумножь. Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и на ней всегда, и вовеки веков. Аминь. Сегодня как бы нам не совсем удалось поговорить об оглашении, а вроде бы и что-то поговорили. Я не. Нормально. Все, ты выключи. Нет. Нет. Нет.